В Приморском крае бесплатным горячим питанием обеспечиваются все ученики начальной школы, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые дети и дети-инвалиды. Но для каждой категории цена ежедневного горячего питания разная, соответственно и перечень продуктов. Формировали продуктовые наборы и согласовали с Роспотребнадзором, с отделением города Спаска Дальнего, исходя из полезности. То есть там есть и что можно приготовить ребенку, покушать, например, там покушать полезное, но в то же время есть какая-то сладость, потому что родители принесут домой продуктовый набор, когда все это уберут, утилизируют пакет. Хотелось бы, чтобы ребенок получил шоколадку, такой сладкий привет из гимназии, например, из образовательного учреждения сегодня. В наборы входят тушенка, рыбные консервы, макаронные изделия, сок, печенье, сладость. Ученикам младших классов дополнительно выдают молоко. Наборим молочные продукты, молоко в частности, мы в семью такой покупаем. А рожки, верных сортов пшеницы, это уже, это ППР, печенье для моркови, тушенка, сок, то есть в принципе хороший набор очень, под спорь. Спасибо большое хотя бы за такой паек. Ну, для меня он полезный, но вот для других семей, где больше деток и родители остались без работы, я думаю, что он еще более полезный. Для того, чтобы соблюсти все меры безопасности, педагоги, выдающие наборы, облачены в халаты, одноразовые шапочки, перчатки и маски. Также потоки родителей разделены по классам и разным входам-выходам. Четко расписаны, как кто, когда приходит получать этот продуктовый набор. На данный момент в гимназии работает 6 точек выдачи, значит, продуктовых наборов. Ну и вот начали выдавать с 3 до 19 часов, согласовав предварительно с родителями, потому что большая часть родителей у нас работающие, поэтому кому удобно, в какое время подойти. Для того, чтобы не разводить бюрократию, не требовать у родителей удостоверения личности, продуктовые наборы раздают классные руководители. В Управлении образования пояснили, что этот своеобразный сухой паек рассчитан на 8 дней. Ориентировочно после 20 апреля родителям выдадут следующий набор, который уже будет рассчитан на 14 дней. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.